Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим на такую животрепещущую тему, как белокрылка в наших садах, теплицах, на наших лоджиях и в квартирах. Пожалуй, никогда не было столько много вопросов об этом действительно опасном вредителе, как в текущем сезоне. Практически на каждом прямом эфире мне задавали эти вопросы, и мы решили посвятить отдельный сюжет обзору лучших способов борьбы с белокрылкой в нашем саду. Дело в том, что белокрылку раньше традиционно воспринимали как вредителя комнатного, либо тепличного оранжерейного. Однако жаркое лето привело к тому, что белокрылка вырвалась на просторы садовых участков и стала вредить и садовым растениям, растущим на открытом воздухе. Так как бороться с этим опасным вредителем? К отличинке которого способны, извините, в прямом смысле слова, уничтожить растения в кратчайшие сроки. Самый главный способ борьбы – это профилактика. Главное – не допустить этого вредителя к нам в сады. А что для этого нужно сделать? Во-первых, это здоровый посадочный материал. Многие из наших читателей получили белокрылку вместе с рассадой, посадочным материалом цветов, либо плодовых растений, кустарников, ягодных культур. То есть обязательно осматриваем растение при посадке, при покупке. Если есть сомнения, помещаем его в карантин. Далее. Вырастив собственную рассаду в условиях, где вы в прошлом году точно знали, что у вас была белокрылка, но она пока не проявилась, а обязательно опрыскиваем свою рассаду, поливаем ее под корень инсектицидами системными, для того, чтобы исключить заселение ее белокрылкой. Здесь можно использовать такие хорошие препараты, как октора, конфидор, искра золотая. Впитываясь в почву, подымаясь по корням, они делают это растение несъедобным для белокрылки. Этот прием можно применять только для рассады, потому что в дальнейшем мы будем получать продукцию, и хотелось бы иметь ее здоровой. Еще один важный момент. Почему белокрылка получила такое широкое распространение в этом году? Температура. Она очень любит высокую температуру, а также высокую влажность и безвредную погоду. Если нет ветра, она очень быстро распространяется и в теплице, и в саду. Поэтому, чтобы белокрылке было неуютно у вас на участке, в ваших теплицах, парниках, создаем для нее неблагоприятные условия. А именно, во-первых, это разреженная посадка. Сильнее всего поражаются те участки, где растения растут, посажены очень густо, где есть затененность, где очень высокая влажность. Поэтому обеспечиваем вентиляцию. Наши теплицы должны хорошо проветриваться, продуваться. Далее. Она очень любит сочные, ослабленные растения. Поэтому используем различного рода стимуляторы растений, таких как эпин, экосил, циркон. Они помогают растениям поднять свой иммунитет и лучше сопротивляться этому вредителю. Но что делать, если, несмотря на все ваши старания, белокрылка завелась, либо пришла с соседнего участка? Здесь очень важно не упустить момент. Начать бороться с вредителем еще до того, как он займет основные ваши площади. При первых признаках этого опасного вредителя начинаем борьбу. И начинаем мы борьбу с наиболее безвредных, наименее вредных для нас препаратов. Это будут механические средства борьбы – клеевые ловушки. Особенно клеевые ловушки яркого желтого цвета. Почему-то он наиболее привлекателен для белокрылки. Такие ловушки активно продаются в магазинах. Но вы можете сделать ее и самостоятельно. Для этого необходимо желтый картон, либо дощечки, покрашенные яркой желтой краской, которые вы в дальнейшем будете смазывать любым долго высыкающим клеем. Либо вазелином, касторовым маслом, смесью, допустим, меда с каким-нибудь клеем, который будет очень привлекателен для этого вредителя. Но таким способом вы избавитесь только от взрослых насекомых. Что же можно еще использовать, ведь остаются их личинки, их яйцекладки? Это обмывание растений мыльными растворами. Дело в том, что яйца белокрылки не так сильно прикреплены, как им хотелось бы к листовой поверхности. Поэтому, если вы заметили белокрылку у себя в теплице на растениях, и она еще не успела сильно размножиться, готовим хороший мыльный раствор в соотношении 1 к 6. Можно использовать мыло хозяйственное или дегтярное. И уже этим раствором под хорошим давлением смываем колонии вредителя. В дальнейшем мы этот метод будем применять профилактически буквально каждые 7-10 дней. Ведь именно столько длится период от момента яйцекладки до выведения личинок. Для того, чтобы избавиться, гарантированно избавиться от вредителя. Но что делать, если вредитель все равно успел размножиться и заполонил ваши посадки, оккупировал ваши растения, здесь вам на помощь придет только химия. Причем с самой неожиданной стороны. Рассматривая различные способы борьбы с белокрылкой, которыми активно делятся садоводы-любители в сети, я пришла к выводу, что иногда помощь можно ожидать с совершенно неожиданной стороны. Как оказывается, помогают справиться с белокрылкой фумигаторы. Те самые средства от комаров, мух, слепцов, которые мы поджигаем, либо вставляем в розетку для того, чтобы они испаряли пары вот этих вот отпугивающих веществ, либо токсичных для них. Оставленный подожженный спираль от комаров в теплице на ночь, теплица небольшого размера, приблизительно метров 15-18 квадратных, способна уничтожить практически всех взрослых насекомых белокрылки. Помогают также табачные шашки. Табачные шашки представляют собой спрессованные от остатки табака, отходы табачной промышленности. Подожженные и оставленные на ночь в теплице, они выделяют токсичные для белокрылки вещества. И когда утром вы проветрите теплицу, поверьте, ни для вас их вреда уже не будет. А вот белокрылка пострадает. Но следует помнить, что все биологические средства защиты имеют все-таки довольно низкую эффективность по сравнению с химическими и помогают справиться с белокрылкой, когда ее не очень много. Следующий шаг – это вступает тяжелая артиллерия. Если белокрылка просто уже оккупировала все вокруг, приходится применять такие средства, как акторан, актелик, конфидор, искра золотая, фуфанон. Это могут быть самые различные инсектициды, которые рекомендованы для борьбы с насекомыми. Тот же самый биотлин, который рекомендован для борьбы и с тлей, и с белокрылкой. Главное условие – борьба должна вестись системно. Дело в том, что за один сезон белокрылка способна дать более 10 поколений. Она распространяется по саду довольно-таки быстро, поэтому обработки нужно будет проводить не менее 2-4 раз за сезон с интервалом приблизительно 7-10 дней. Если вы используете более серьезные препараты, более токсичные, соответственно, интервал между обработками может быть увеличен. Но согласитесь, препараты токсичные мы можем использовать в том случае, если позволяет срок ожидания. А если у нас в теплице растут овощи, у нас растет зелень, то приходится, конечно, делать выбор в пользу наиболее безопасных препаратов, биоинсектицидов, таких как фитоверм, и биологических средств защиты. Это могут быть естественные враги-паразиты. Такие как хищные клещи, которые охотятся на личинок, либо наездники, которых выпускают в теплицу, и они прекрасно справляются с этим опасным вредителем. Но не всем они доступны. Поэтому я вам советую при борьбе с белокрылкой максимально использовать все вышеперечисленные методы, а именно применение клеевых ловушек, использование агротехнических мероприятий, проветривание, прореженные просадки, снижение влажности, то есть у вас в теплице не должно быть очень душно, очень влажно, конденсата быть не должно, влажность должна быть умеренной. Умеренные температуры и использование биопрепаратов. Это могут быть настои чеснока, настои перетрума, ромашки. Это могут быть табачные шашки. И только в последнюю очередь, в первую очередь это на тех растениях, где позволяют сроки ожидания уже после уборки урожая использования тяжелых химических пестицидов. Но что сделать, чтобы белокрылка не осталась у вас в садах на следующий год, чтобы она не перезимовала? После того, как вы убрали из теплиц весь урожай, обязательно уничтожаем все растительные остатки из теплицы, где была белокрылка, и уничтожаем их по-серьезному. Закапываем в компост на два года с использованием метаризиума, баверии, триходермы, которая поможет разложиться этим остаткам. Перестилаем навозом растительные остатки, зараженные белокрылкой. Используем карбамид, мочевину, которая тоже ускоряет минерализацию. После того, как вы все убрали из теплиц, глубоко перекапываем почву, на поверхности которой могут остаться яйцекладки вредителя, на поверхности которой на остатках растений могут оставаться насекомые. И обязательно проводим фумигацию наших теплиц. Для этого можно использовать серные шашки. В таком случае численность вредителя вы сведете к минимуму, который не будет наносить существенного урона вашему саду. И, конечно, желательно, чтобы все ваши соседи подключились к борьбе с белокрылкой вместе с вами. Только тогда у вас на участках действительно воцарится мир и спокойствие. Надеюсь, что этот небольшой обзор средств защиты поможет вам справиться с этим опасным вредителем в будущем вегетационном сезоне. И он не доставит вам серьезных проблем. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова